На этих примерах я постарался объяснить, как сказывается постановка ног на старте и в фиксации штанги в положении разножки. На всех этих примерах мы полностью рассмотрели особенности разножки. И оказывается не так просто, что в тяжелой атлетике все важно и разножка. Вопросы такие. Что физически дает разгруз, а также что в толчке дает физически разножка или швунг? Ну так как разножка начинается с постановки ног, рассмотрим постановку ног со старта. Постановка ног есть какая? На ширине плеч, основная, широко распространенная, шире плеч и узкая. Вот я сейчас нарисую их все схематично. Узкая на ширине плеч и широкая. Понятно, что чем шире стоят ноги, тем спортсмен уже со старта по отношению к полу стоит ниже. Ну, насколько ниже можно узнать опытным путем. Ставлю сейчас ноги узко. Теперь на ширине плеч. И специально сейчас сяду в сет. То есть получилось три разных положения. Я в категории 69, то есть практически среднестатистический уровень. Измеряем линейкой. У нас получилась разница. Два сантиметра. Тоже два. Здесь четыре. Получается. То есть разница от узкой постановки ног до широкой четыре сантиметра. Четыре сантиметра в тяжелоатлетике – это огромное расстояние. И рассмотрим, как они влияют. Мы видим, что из-за одной и только постановки ног на старте высота спортсмена меняется. Теперь рассмотрим положение спортсмена в седе, в разножке. И рассмотрим не тогда, когда они разбрасывают. Когда вот с узкой постановкой ног разбрасывают. Когда на ширине плеч разбрасывают. Здесь не получается рассмотреть, потому что они уже, ноги стоят, как для разножки в седе. Рассмотрим положение спортсмена в седе. В зависимости от их разножки. Это вид спереди, теперь сбоку. Вот вид спереди. И чтобы было понятно, потому что вот вроде бы два рисунка одинаково изображены. Вот вид сбоку. Значит, что мы видим при узкой постановке ног? Спортсмен будет... Ну, можно смотреть, как оба варианта одновременно. Эти два спортсмена... Глубина их седа вот здесь будет ограничиваться тем, что они будут бедрами ложиться на голень. То есть ниже они при всем желании не смогут садиться. В этом случае, так как ноги расставлены, и здесь имеется свободное пространство, таз сможет просесть ниже уровня голени. И, естественно, вот это расстояние будет намного меньше, чем вот эти. В этих случаях даже с животом, может, спортсмен, ему будет мешать садиться в глубокий сед. А вот в этом положении ноги расставлены широко, таз, если хорошая подвизность в коленных суставах, глубоко опускается в сед. И некоторые спортсмены могут даже касаться тазом пола. Отсюда можно сделать вывод, что в зависимости от расстановки ног на старте и после подъема штанги при фиксации в седе, в рывке, только за счет постановки ног можно... То есть, если взять из расчета, например, 160, здесь получается 158 и здесь 156 сантиметров рост. А если предположить, допустим, что тут было расстояние, ну, остается до укола, ну, скажем, там 10 сантиметров, 10 здесь, 10 здесь и практически, ну, возьмем 5, То выходит, что только за счет положения ног спортсмен выиграет в высоте подъема. 160, 158, 156. И высота подъема дает возможность нам на большую высоту поднять штангу. И после того, как спортсмен садится в сед, у него имеется преимущество в высоте подъема. А учитывая то, что на результат подъема влияет не только высота, туда входит и скорость, инерционные силы, то в общей формуле при их сложении результат подъемной силы может многократно возрасти по отношению к этим цифрам. Делаем вывод О преимуществе разножки. Это какой? Высота подъема и глубина седа. Это при условии, что при какой постановке ног спортсмены стояли на старте, в такой же они садились. Но если предположить, что, например, спортсмен с узкой постановкой ног разбросил ноги в сед, то получается, что именно у этого спортсмена есть наибольшее преимущество, потому что он поднимает наибольшую высоту. Ну и действительно, если взять там 160-5, получается, что у него подъемное расстояние 155, у этого 153 и у этого 151. То есть отсюда видим, что если вот этот спортсмен с узкой постановкой ног будет садиться с расставленными ногами шире плеч, то у него 155, у того, у которого на ширине плеч и будет расставлять чуть шире 153, а у того, кто изначально уже расставлял широко ноги, у него всего лишь 151. Казалось бы, почему спортсмены не поднимают таким способом? Ну и здесь свои есть сложности. Во-первых, это связано чисто с особенностью развития человека. Мы никогда не делаем никогда таких положений. У нас, соответственно, мышцы плохо развиты для работы именно с узкой постановкой ног. Другие причины сейчас мы еще рассмотрим. Наибольшее естественное положение спортсмена – это когда ноги стоят на ширине плеч. Именно в этом положении он способен и может развить наибольшее усилие в ногах. И, соответственно, не только это связано с работой ног, но и в исходном положении, когда спортсмен принимает его, делает наклон небольшой, и имеется в виду еще и работа ног спины. То есть сложнее зафиксировать спину, когда он принимает это положение. И во время старта, и при фиксации. Но есть случаи, когда спортсмены поднимают таким способом. Это не говорит о том, что раз этот случай не подходит, то он полностью исключается. Возможно, это связано с какой-то анатомической особенностью, что при тренировках они опытным путем определили, что именно так у них развиваются наибольшие какие-то тяговые усилия, или так им удобно, комфортно поднимать. Рассмотрим, какие еще преимущества или недостатки дает та или иная постановка ног. Вот в этом случае, если штанга у нас здесь, то центр тяжести спортсмена будет ограничиваться чем? И для определения, центр тяжести спортсмена и штанги будет ограничиваться чем? Вот этими рамками. То есть будет ограничиваться... Вот здесь я неправильно нарисовал. Вот здесь я неправильно нарисовал. Будет ограничиваться вот этими границами. Если мы помнимательно рассмотрим... Ну, я просто немножко... Это надо одинаковые фигуры рисовать. И более точные. Если рассмотреть вот этот вариант, то здесь рамки будут меньше. Потому что многие спортсмены будут в более вертикальном... Голень, бедро, в более вертикальном положении находиться. Граница будет... Это гриф штанги и носок стопы. В этом положении тоже гриф штанги и тоже носок стопы. Тут угол будет уже больше. Потому что... Кстати, я неправильно нарисовал. Это, наверное, будет больше вот так выглядеть. Да. Здесь таз не доходит. А здесь он будет, грубо говоря, либо вровень, либо ложиться. Здесь тоже будут колени довольно-таки высоко подняты. Голень будет под большим углом к стопе. И тоже будет граница идти со стопой. А вот здесь больше. Потому что... Потому что вот эта граница будет ограничиваться не носками стопы, а коленями. Что это нам дает? Это дает более устойчивое положение. То есть самая наименьшая устойчивость будет у спортсмена, который встает с узкой постановкой ног. И еще минус того, что, имея вот такие острые углы, спортсмен не будет иметь возможность при... И без того это положение неустойчивое. А имея такие острые углы, спортсмен не будет иметь возможность своими звеньями, ногами корректировать равновесие из-за малых углов. А вот эти углы самые благоприятные. Потому что спортсмен имеет возможность двигать, ну, перемещать бедро и голень в коленях, как в эту сторону, так и в эту. Вместе с корпусом. Что мы видим на многих соревнованиях, когда спортсмены... Видно у них, как для того, чтобы поймать равновесие, они как раз их и перемещают. То есть что нам еще дает разножка? Это устойчивость. Ну и самое главное, основное, это площадь для того, чтобы удержать равновесие, спортсмену... Спортсмен вот в этом положении, когда у него стопы стоят вот так, его площадь опоры... Площадь опоры спортсмен. Более схематично я рисовал. Это штанга, и где берется хват спортсмена, это их разножка. Ну и тут понятно, что площадь опоры гораздо большая у спортсмена, который находится в разножке. Ноги расставлены шире плеч, и по убыванию, естественно, неустойчивая система, биомеханическая система штанга спортсмен, будет именно в первом положении. Это один, также один из недостатков, когда именно этот случай не подходит. Он требует гораздо большей концентрации, мышечного чутья, координации, умения владеть своим телом, хорошо должен быть развит вестибулярный аппарат. Ну, естественно, при определенных тренировках, если задаваться именно этой целью, если, допустим, спортсмену чисто физиологически удобно поднимать именно этим способом, то задаваясь этой целью, тренируясь именно с такой постановкой ног, в тягах, в приседаниях, то, естественно, можно и мышцы развить, и остальные действия развить для удачного подъема штанги. Мы видим площадь опоры. То есть на этих примерах я постарался объяснить, как сказывается постановка ног на старте и в фиксации штанги в положении разножек. Но если вот такой случай встречается редко, то с широкой постановкой ног спортсменов, особенно в последнее время, мы видим очень часто. И связано это не столько вот с этими приведенными примерами в ущерб высоты подъема штанги. И это прежде всего связано с изменяющейся техникой подъема. Потому что техника меняется. Если сравнить ее, взять спортсменов из прошлого столетия, там, 90-х годов, и сейчас, то сейчас она намного техничнее, скоростнее. И вот взять, к примеру, например, российскую технику подъема штанги и китайскую. При российской и общепринятой технике спортсмен при выполнении подрыва выпрямляется с небольшим прогибанием назад, либо вообще, вот в последнее время я обратил внимание, вообще вертикально. То есть они получают такой чисто силовой подъем. Они подпрыгнули вверх, и дальше идет работа руками после подрыва. И когда наступает безопорный подсед, он очень ярко выражен. Если взять это пол, в безопорном подседе у спортсмена очень сильно, ну, на большое расстояние отрываются стопы от пола. То есть получается, что получается чисто визуально можно сделать какое сравнение, что спортсмен как бы подпрыгивает, либо подбрасывает штангу вверх. То есть он выпрямляется, выполняет работу вверх, либо под небольшим углом. Ну, тут небольшой процент. И сразу, и после полного выпрямления начинает резко падать вниз, возникает безопорный подсед. за счет сгибания в ногах, за счет приводящих мышц. И вот это расстояние, чем оно больше, тем хуже, потому что спортсмен не взаимодействует с опорой. А из физики мы знаем, чем дольше нету взаимодействия с опорой, тем это хуже. Попросту спортсмен тратит время, у него происходит свободное падение, больше никакие силы не участвуют в подъеме. Ну, немножко там, может быть, идет работа руками. И чем больше квалификация спортсмена, тем этот подъем меньше. Но он все равно выражен и заметен. при китайском способе подъема спортсмен значительно прогибается назад. Выполняется, можно так сказать, более силовая работа. Он значительно прогибается назад, и здесь работу мы видели вверх-вниз идет, а тут работа идет под большим углом, то есть угол получается более значительный. И когда возникает безопорный подсет, он все равно присутствует. Хотя нам кажется, допустим, хотя нам кажется, что спортсмен просто встает на носочки и тут же садится. Если посмотреть на медленную съемку, то все равно безопорный подсет существует. Но там вообще он минимальный. безопорный подсет получается минимальный. И в любом и в другом случае мы видим, что есть и рекордсмены, и чемпионы. поэтому нет определенного решения, каким способом лучше поднимать. Есть отклонения от этих способов. Какой способ выбирать, это зависит от спортсмена, потому что биомеханическая система спортсмен-штанга она очень сложна. Прежде всего, естественно, не тем, что именно штанга, а самой биомеханической системой, от которой зависит множество разных факторов, причин, от особенностей строения спортсмена, антропометрические данные. Какой вариант из этих лучше? Естественно, нет никакого в большей или меньшей степени, потому что и в одном, и в другом варианте есть мировые рекорды и чемпионы, спортсмены. прежде всего, какой вариант выбирать, с какой постановкой ног, как поднимать, это зависит от множества причин, и не только от какой-то приверженности к какому-то способу, потому что нету определенной техники, модели, подъема штанги, потому что мы все разные люди, по-разному устроены, и как вот существует множество походов по-людей, когда мы со спины можем узнать своих друзей, товарищей, также существует столько же способов подъема штанги. Существует только определенные критерии, траектория статистическая подъема штанги, а каким образом поднимать и поднимают спортсмены уже подгоняя под свою биосистему, которая зависит от множества факторов, от строения мышц, от их объема, быстрые или медленные волокна, от скоростных качеств спортсмена, да и еще от множества других причин. Причем вот при этой разношке спортсмен ставит ноги на ширине плеч. При китайском способе подъема ноги ставятся при чуть-чуть больше ширины плеч, либо практически широко. И во время подъема, так как здесь безопорного подседа получается по времени очень мало, они ставят чуть шире плеч, либо широко. схематически это на старте, это в селе. ну вот и все полностью на всех этих примерах мы полностью рассмотрели особенности разножки при подъеме штанги в рывке и таким же способом ну такие же особенности и варианты при рассмотрении взятия штанги на грудь и осталось рассмотреть разножку в толчке с груди и в швунге. Рассмотрим толчок в разножку. При выталкивании спортсмен расставляет ноги в разножку способом ножниц. выполнив работу вверх вытолкнув штангу вверх опускается в эту разножку за счет не сгибания в мышцах ног а в расставлении ног. То есть получается принцип когда вот эта нога двигается сюда а эта сюда ноги расставляются туловище опускается то есть получается такая взаимосвязь и чем быстрее ноги будут расставляться тем быстрее тело будет опускаться и плюс еще за счет отталкивания руками от штанги расстановка ног расстановка ног при таком толчке способом разножка будет приблизительно вот такая с площадью опоры вот такой теперь и толчок в этом положении получается более скоростной по сравнению со швунгом швунг он более силовой и переходя к швунгу спортсмен когда выталкивает штангу вверх здесь я написал нарисовал вид сбоку а здесь нарисую вид спереди спортсмен стоит либо ноги чуть шире плеч либо совсем значительно широко это перед толчком когда он выполнит толчок у него ноги стоят широко значительно широко то есть так как сейчас стоят зеленые вот у меня отмечено то есть у ноги при изначально стоя со штангой на груди и выталкивая постел вверх и уходя вниз спортсмен либо остается стоять после выхода на носки опускается на полную ступню либо чуть-чуть расставляет стопы в сторону и и почему это положение более силовое потому что спортсмен не может такой так эффективно использовать реактивные усилия после выталкивания за счет расстановки ног он не может так быстро опуститься вниз он опускается вниз за счет работы ног и рук и получается и это движение получается более силовое и если в толчке разножкой спортсмен вытолкнул штангу расставляет ноги и поставив их практически не смещается ни вверх ни вниз то есть вот это положение таза оно практически одинаковое все время ну есть небольшие колебания при окончательной фиксации и единственное что он может сделать это при если штанга если штанга там смещается например вперед или назад он может единственное это двигать переднюю ногу колено вперед назад тем самым опуская туловище балансируя для удержания штанги при опускании швунг спортсмен выполняет более силовое движение причем принимая положение опорное он окончательно зафиксировать штангу может например вот здесь то есть у него имеется какое-то у него имеется определенное расстояние где он может просесть и дожимая штангу то есть в этом при при толчке способом разножки я хоть спортсмен все равно взаимодействует со штангой при безопорном подсеке упирается в штангу получается быстрое четкое движение то в швунге то в швунге все равно спортсмен хоть продолжая опускаться вниз заканчивать свое движение руками нет это не будет ошибка не будет это жимом просто будет более долгое ну скажем так движение руками расстановка у спортсмена вот такая то есть мы видим что площадь опоры гораздо меньше по сравнению с разножкой и соответственно если здесь способом разножки в эту сторону в эту сторону в эту сторону спортсмен практически устойчив потому что ну грубо говоря ну большую большая площадь опоры с учетом выворачивания пятки сюда упал за счет вывернутой чуть-чуть вывернутой передней стопы сюда опора то в этом положении спортсмен стоит устойчиво только вот в этих направлениях то есть в эту сторону штамбу практически невероятно что она практически нет вероятности что она сможет уйти влево или вправо но очень большая вероятность что в этих направлениях спортсмен неустойчив малейшая ошибка вперед назад спортсмен может уронить штангу выполнение выполнение швунга связано как раз именно умением владеть своим телом с координацией с прочувствованием штанги и как и при рассмотрении рывка в толчке тоже нет определенного способа разножка или швунг какой именно лучше он зависит тоже от множества причин и есть спортсмены которые хорошо владеют и таким и таким способом а есть которым подходит либо такой способ либо такой это тоже зависит от множества причин от тех же биомеханических от строения мышц от объемов от работы этих мышц от вестибулярного аппарата от владения от умения владеть координацией балансировать со штангой помимо этого еще добавляется особенность анатомическая особенность потому что если здесь спортсмен спортсмену достаточно иметь обычное телосложение он там если например плохое включение в плечах то он может компенсировать если плечи плохо проходят то сильно прогибаться если поясница плохо прогибается то за счет проходки плечами в швунге здесь посложнее в швунге если вид сбоку то швунге здесь немного посложнее потому что если будет в швунге нужно чтобы была очень хорошая подвижность в поясничном отделе в плечах если будет плохая подвижность в пояснице то штанга будет роняться будут ну даже вот я быстро нарисовал даже здесь видно что центр тяжести уходит и видно что спортсмен будет ронять штангу то же самое если плохо проходят плечи она будет все время оставаться впереди потому что спортсмен находится при фиксации швунгом от центра тяжести он сильно уходит вперед и компенсирует это за счет руками то есть штанга держится здесь за счет проходки в плечах а если она плохая то будет оставаться впереди на многих соревнованиях хорошо видно что спортсмены которые под влиянием кумиров которых сейчас появляется все больше и больше которые поднимают спортсмены которые поднимают способом швунг и поднимают мировые рекорды побеждают и наши российские в том числе и многие молодые атлеты которые начинают подражать хотят поднимать как их любимый спортсмен но у них не позволяют их строение тела плохо что тренеры которые видят это не предпринимают никаких усилий не отговаривают не переучивают этих спортсменов они поднимают из трех попыток одну всего лишь вот на всех этих примерах мы смогли рассмотреть разножку как она описано в вопросе что такое разножка физиология разножки как она влияет как она для чего она нужна и оказывается не так просто что в тяжелой атлетике все важно и разножка любая мелочь которая используется для улучшения личного результата ну вот и все спасибо за внимание спасибо 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 Продолжение следует...